Всем привет, с вами Кэссиди и я представляю вашему вниманию обзор на советскую самоходно-артиллерийскую установку периода Второй Мировой Войны. СУ-100. Классы истребителей танков средней по массе была создана на базе среднего танка Т-34-85. Первое боевое применение СУ-100 состоялось в январе 1945 года и дальнейшем СУ-100 использовалось в ряде операций Великой Отечественной и Советско-Японской войны. Но в целом их боевое применение было ограниченным. Основным вооружением СУ-100 являлась 100-мм нарезная пушка Д-10С образца 1944 года. Индекс С значит самоходный вариант. Длина ствола в 56 калибров. Орудие обеспечило бронебойному снаряду начальную скорость 897 метров в секунду. В вертикальной плоскости пушка наводилась в пределах от минус 3 до плюс 20 градусов. И в горизонтальной плюс-минус 8 градусов. Боекомплект орудия состоял из 33 унитарных выстрелов. Всего же в СССР было выпущено 4976 САУ этого типа. В целом же в нашей игре эта машина как истребитель танков выполняет свою функцию просто изумительно. В машине досталась база от танка Т-34-85. А значит динамика у этой машины просто сумасшедшая. 500 лошадиных сил на 31 тонну веса. Удельная мощность равна 16 лошадиным силам на тонну. На картах которые представлены в нашей игре эта машина успевает всегда и везде. Итак разберем эту замечательную машину по модулям. Ну и конечно самое главное для нашей машины это снаряд. И он есть. Отличный снаряд с бронепробитием в 210 мм. Находится на третьей ступеньке прокачивания. Однако даже с теми снарядами которые даются в самом начале. Эта машина показывает просто запредельные результаты. После снаряда я бы выбрал прокачивать защищенность. Ну маскировку и дополнительную броню. Потом все остальное. Как я уже говорил наша машина обладает сумасшедшей динамикой. Посмотрим же как эта машина ведет себя в бою. Спасибо двигателю. Благодаря нему я успел приехать на сторону противника. Причем заехал я довольно глубоко. Здесь меня противник даже не ожидал увидеть. Королевский тигр выкатывается чтобы кого-то выцелить. Но он не ожидает что здесь нахожусь и я. Ну и у меня не получается его уничтожить с первого выстрела. Перезарядка нашего орудия порядка 14-15 секунд. Так что если враг нас не заметил у нас есть шанс уничтожить его. На данный момент на тесте несколько осложнено прицеливание по противнику. В снайперском прицеле у нас убрана дальность. А значит прицелиться нам очень сложно. Один противник уже в ангаре и я снова меняю огневую позицию. Чтобы меня нельзя было застать врасплох. Как я уже говорил у нас несколько осложнено прицеливание в вертикальной плоскости. Повторюсь что у нас отрицательный угол всего лишь минус 3. Наводиться тяжело но ничего не поделаешь и нужно. И вот мы слегка выкатываемся вперед. Прицеливаемся в выстрел и 100 мм орудие не оставляет никаких шансов. Эта позиция довольно хороша. С нее я смогу прострелить буквально две точки. Однако и на ней не стоит оставаться долго. Вполне возможно после нескольких выстрелов противник сообразит где я нахожусь и сможет меня объехать и уничтожить. Как вы видите на расстоянии стрелять несколько осложнено. Все из-за того что нет дальности. Но этот вопрос решаем если вы играете в аркадном режиме. Там есть дальность. Немного расскажу о бронировании. В лобовой проекции у нас 75 мм. Довольно хороший показатель если учесть что он установлен под рациональным углом наклона. Наша лобовая броня в принципе может выдержать даже выстрел 88 мм орудия немцев. Правда если оно стреляет обычным бронебойным снарядом. Боковая же броня у нас 45 мм. Уничтожается всеми без особого труда. Максимальная скорость у нашей машины 57 км в час. Набираем мы очень бодро скорость. И совершенно не отставая можем ехать вперед вместе со средними танками союзников. Вся эта динамика позволяет нам занимать наиболее выгодные рубежи. При поддержке средних танков уничтожать тяжелобронированные цели противника. Бронепробитие нашего орудия позволяет уничтожать такие тигры как Тигр-2. На расстоянии в районе 400 метров. Даже в лобовую проекцию. Но нельзя позволять противнику заезжать нам в борт. Это совершенно недопустимо и смертельно для нас. Так что внимательно следим за картой. И испепеляем врага. Да, машина хороша. Но особенно хороша, если использовать ее во взводе. Например, вместе с средними танками. Союзники, с которыми можно скоординировать свои действия, очень хорошо смогут вас прикрыть. Ваше орудие способно справиться. Вот допустим, у средних танков уже будет потяжелее. Главное, чтобы ваши союзники прикрывали вас от обходов противника по флангам. И вы сможете навести на этой машине шорох в стане противника. Ну конечно же, как всякая другая машина, у нас есть свои недостатки. Например, сейчас, вот в этом моменте. Уже большинство противников знает мое местоположение, и один из них пытается меня обойти. Тигр. Я замечаю его рискованный ход и хочу его остановить, но мне не хватает вертикальных углов наводки. Но все-таки я что-то должен предпринять. И я еду на перехват этого тигра. По всей видимости, он даже не ожидал, что его кто-то будет перехватывать. Ведь это он хотел обойти по флангу. Ну и судьба этого тигра предвешена. Один выстрел, и он отправляется в ангар. Ну и после тигра я снова пускаюсь во все тяжкие. Еду вперед, пытаюсь зайти в тыл атакующему противнику по правому флангу. Да, машина хороша, но если бы у этой машины была еще башня, этому бы танку вообще не было бы цены. Итак, я подъезжаю с тыла к ничего не замечающему противнику. Останавливаюсь, прицеливаюсь в выстрел. Больше в снайперском режиме не отображается дальность до противника. Но к этому можно привыкнуть. Да и потом примерно дальность до противника можно определить с мини-карты. Там отмечается замеченный танк противника, и примерно дальность до него можно рассчитать. Ну собственно, что еще добавить по этому делу? Пять фрагов, победа! Эта машина тащит! В этом сюжете я покажу, как столкнулся в лоб-лоб с противотанковой установкой противника. Пробить в лоб у меня ее не получается, и я начинаю прятаться за камешки. Топового снаряда у меня сейчас нет. Я катаюсь с самым плохим бронебойным снарядом, и у меня нет уверенности, что в лоб я вообще смогу его пробить. Пока я обдумывал свои дальнейшие действия, противник решил рискнуть. Видимо, он понял, что я его не пробиваю, и шансов на успех у него больше. Он подъезжает ко мне вплотную, и начинается танковая дуэль двух истребителей танков. После выстрела какие-то повреждения у меня. Возможно, повреждения есть и у него. У его орудия скорострельность выше, поэтому мне нужно как-то от его снарядов уклоняться. Я дополнительно увожу свой танк немного в сторону, пытаясь поставить его по отношению к его стволу ромбом. Ну, еще дополнительный угол. В целом, пробить я его не могу, а меня он уничтожить не может. Да, у меня куча повреждений, но я все-таки езжу. То есть я живой, и я могу отстреливаться. Я все еще продолжаю отступать. Если честно, надеялся, что мои союзники увидят эту танковую дуэль, подъедут и помогут. Однако помощи ждать не от кого, и вы всецело рассчитывайте только на себя. Я стреляю куда-то в район нижнего противоволиста и уничтожаю самоходку. Не рискуйте зря, не едьте вперед. Все-таки вы противотанковая установка. А вот еще один интересный сюжет. Перестрелка с королевским тигром. Как вы видите, дальность до него я определить не могу. В прицеле она не отображается, но по мини-карте видно, что мы примерно находимся друг от друга в районе 300-350 метров. Так я и пытаюсь прицелиться по нему. Собственно говоря, скорострельность его орудия выше, чем у меня, поэтому он меня точно перестреляет. Но уничтожать его как-то надо. Ну и конечно, здесь мне повезло. Он не попал. Но вот мой выстрел увенчался успехом. Спасибо вам за просмотр. Если понравилось видео, ставим лайк. Обязательно комментируем. Играйте и побеждайте. С вами был Кэссиди. Всем удачи. Пока.